Две третьих летних каникул позади и родители начинают постепенно готовить детей к школе. А как хабаровские школы готовятся к началу учебного года? Одна из главных ключевых задач, которая стоит перед администрацией, это обеспечить комфортные условия для учащихся. Например, в школе номер 49 завершены работы по текущему ремонту кровли. Это важный шаг в обеспечении безопасности и защиты здания от неблагоприятных погодных условий. В ходе ремонта, помимо запланированных работ, провели внепланово. Они были выявлены благодаря отзывам и обращениям родителей. По поручению в Рио губернатора края, мэром принято решение о выделении дополнительного финансирования для проведения работ в 49-й школе по замене устаревших деревянных окон на пластиковые. Планируется, что они будут выполнены до 20 августа. В хабаровской школе номер 13 идет полный ремонт в рамках президентской программы. Здесь планируется обновление инженерных систем, ремонт крыши, модернизация учебных классов и общественных зон. Бюджет на ремонт около 180 миллионов рублей. Они пойдут на укрепление фундамента, ремонт фасада и замену систем отопления. Подрядчик обещает завершить работы к следующему году, чтобы к 1 сентября 2025 года дети смогли встретить новый учебный год в улучшенной школе. Родители учеников принимают активное участие в процессе ремонта и их замечания тоже учитываются. Тему подготовки школ города продолжим с нашей гостьей в студии Татьяны Матвиенкова, начальник городского управления образования. Татьяна Борисовна, доброе утро. Здравствуйте. Вот про 13-ю школу мы уже заговорили. Через год откроют свои двери. Учеников куда дели? Ну, нам повезло больше, чем остальным муниципальным районам, да, когда, допустим, школа ставится на ремонт и ребята из одного поселения должны ездить в другое. У нас рядом с 13-й школой, на счастье, оказалась большая 80-я, это буквально метров 300, и поэтому, получив лицензию, создав все необходимые условия, мы перевели абсолютно всех ребят 13-й школы, ну, за исключением тех, кто родители приняли решение, допустим, перейти в другие школы города. Их таких детей немного было, но тем не менее. Поэтому абсолютно всем составом 13-я школа сегодня располагается в 80-й, определены кабинеты, этажи, поэтому все условия созданы. А вот они все, все 13-й школы переместились в 80-ю, а они теми же классами будут учиться или их все-таки распределят как-то? Нет, они учатся теми же классами. Теми же классами. Мы уже практически учебный год отучились в таких условиях, поэтому осталось потерпеть совсем немного, и ребята вернутся в свою обновленную школу. Ну и главное, что на уроки сильно заранее выходить не надо, если там они рядом находятся, в принципе, как привыкли, так и выходим. А что касается, вот мы говорили, да, по поводу обращения родителей, что также они активно участвуют, свои какие-то замечания, коррективы вносят, еще есть такая возможность присоединиться вот к этому обществу, обществу активных родителей. Да, мы очень активно работаем с родителями. Кстати, наш телеграм-канал открыт с первого дня для комментариев, поэтому мы постоянно в контакте с родителями и слышим их, и помогаем, если вдруг поступают обращения. Вот в этом году, кстати, по обращениям родителей очень многие вещи были исправлены, сделаны, приобретена мебель, какое-то оборудование. Вот сейчас 68-ю школу заканчиваем, по 77-му саду тоже были обращения, делаем две большие школы, 43-ю, 7-ю гимназию, там прямо тоже глобальный ремонт, потому что благодаря Министерству образования устанавливаем кванториумы. Это впервые на территории города Хабаровска у нас теперь будут свои кванториумы в школах, поэтому невозможно просто установить оборудование, надо же условия такие комфортные, современные создать, поэтому вот эта работа большая проделывается. Родители очень часто говорят о безопасности детей, да, мы понимаем, что сегодня вот ограждения с системами контроля управления доступом, то есть, ну, то, что мы называем простыми словами домофонные, да, системы, это тоже очень важно. Сегодня семь школ вот сейчас в это время как раз проводят работы по комплексной безопасности, поэтому делается очень много, понятно, что в рамках того финансирования, которое имеется, но спасибо огромное нашим родителям, потому что наша задача вложить финансы, провести такие глобальные работы, а уже школа вместе с родителями, они создают уют, комфорт, красоту в школах и в детских садах, поэтому мы этому очень рады. Каким образом происходит проверка готовности учреждения, то, что вот все, здание готово? Угу. Есть комиссия, определенная постановлением администрации города. Сегодня, конечно, надзорные органы, они по своему плану работают. Раньше в состав комиссии всегда входили органы Роспотребнадзора, МЧС. Сегодня эти органы идут по своему плану на проверки, на плановые, на профилактические визиты. А в состав вот этой комиссии, которая летом проверяет готовность школ, входят представители общественности, депутаты, родители, профсоюзы, инспекторы ГИБДД, потому что подходы к школам, к детским садам – это тоже очень важно. Поэтому, когда приходят в школу или в детский сад, определяют, насколько готовы кабинеты, помещения, освещение, вся ли мебель прикручена, все ли лампы горят, да, есть ли все документы в наличии о готовности, потому что опрессовка прошла, промывка системы отопления прошла, паспорта готовности к зиме. Все вот это вот проверяет комиссия, готовы ли планы работы на новый учебный год. Поэтому вот большая комиссия проверяет большие результаты работы. А что касается непосредственно самих уже уроков, вот все ли школы предоставляют учебные пособия, или в каких-то там случаях там те же какие-то рабочие тетради приобретают родители? Ну, скажем так, учебники приобретаем мы за счет краевой субсидии, и это незыблемое правило, все учебники, начиная от начальных классов и по основным предметам русский, математика, там, литература, физика, химия и так далее, они все в наличии имеются, предоставляются бесплатно, потому что сегодня краевой бюджет на это выделяет деньги. Несколько не хватает нам денег на такие учебники, как ИЗО, трудовое обучение. Да, и по физкультуре есть учебники, и по технологии есть учебники. А мы всю жизнь учились без учебников, по ИЗО. Ну, к счастью, вот эти предметы можно осваивать и без учебных пособий. А что касается тетради, это тоже очень такой насущный вопрос, да. С одной стороны, мы понимаем, что вот в начальной школе печатная тетрадь, она очень удобна. Да, вспомните, вот я сама учитель начальных классов, когда мы каждому ученику в тетрадке прописывали крючок, букву, для того, чтобы они потом, ребята потом писали. Сейчас большой спектр вот всяких разных учебных пособий, но если эти пособия не утверждены учебным планом, и они не должны приобретаться за счет краевого бюджета, то обязательности в их использовании нет. И мы всегда говорим нашим учителям и руководителям, в первую очередь, школ, и для нас это очень жесткая такая позиция. Если вы решили вместе с родителем, учитель, родители, что мы будем покупать тетради, то вы должны позаботиться о тех детях, которые эти тетради, они сегодня дорогостоящие, приобрести не могут. Как может быть приобрести для этих ребятишек? Может быть отпечатать сегодня, ну, оборудование позволяет, да, это сделать? Но вот этих вопросов, которые задают родители о том, что нас заставляют покупать, их быть не должно. И повторю, это наша жесткая позиция, и мы принимаем меры, в том числе и дисциплинарные, если вдруг вот такие вопросы возникают. Поэтому обращаюсь абсолютно ко всем телезрителям и к нашим руководителям. Будьте благоразумны, во всем должна быть мера, все вопросы можно решить. Мы всегда тоже в открытом доступе, если вдруг какие-то вопросы возникают, обращайтесь, мы все решим. Татьяна Борисовна, вот еще такой вопрос, педагогический состав. Во всех ли школах хватает сейчас учителей? Вот мы знаем, например, в 32-й школе не хватает учителей по математике и физической культуре. Не получится так, что 1 сентября ученики придут в школу и не обнаружат таких учителей там? Ну, конечно, кадровые вопросы, они остаются на повестке, они очень сложные, не всегда быстро решаемые. Но это не значит, что ребята придут 1 сентября, и у них не будет уроков. Все это замещается, перераспределяется. Конечно, нагрузка на одного учителя возрастает, если вдруг школа вовремя за лето не нашла нового учителя. Мы очень уповаем и надеемся на выпуск из педагогического колледжа и педагогического института ТОГУ, потому что это те профессионалы, те специалисты, которые придут и вольются в нашу систему, восполнят ее. Без них мы сегодня уже не можем, потому что наш состав тоже, если сказать таким грубым словом, стареет. Но во всяком случае профессионалы уходят на заслуженный отдых, и их нужно восполнять, замещать. Поэтому молодых специалистов очень ждем. Ну, а что касается нехватки, конечно, мы работаем. И, вы знаете, благодаря Министерству образования, вот в этом году очень активно стали проходить переподготовку, допустим, учителя младших классов на учителей математики и русского языка с возможностью преподавания этих предметов в 5-6 классах. И это оказалось большим подспорьем, потому что учитель начальных классов, ну, у него нагрузка не очень большая, да, в начальной школе, а он может подхватить небольшую нагрузку еще и в 5-6 классах. Ну, и, конечно, это наши выпускники. Ждем их с большой надеждой, ожидаем в отрасли, будем создавать все условия, в том числе и жилье предоставлять. И вот благодаря тому, что мэр города принял решение, что с 1 января мы будем еще и возмещать компенсацию за арендное жилье. Думаем, что все эти меры, они, конечно, позволят закрепиться в системе. Татьяна Борисовна, большое спасибо за эту беседу. Очень надеемся и желаем, чтобы все школы пополнились новыми кадрами, заменили кадры, в которых уже положен почетный отдых. Большое спасибо. У нас в студии была Татьяна Матвиенкова, начальника управления образования администрации Хабаровска. Субтитры создавал DimaTorzok